Здравствуйте, уважаемые мои цветоводы и садоводы! Сегодня мы с вами поговорим о черенковании пеларгонии или герани, как ее многие называют. И так, и так будет правильно. У нас, ну, наверное, вот еще от наших бабушек, прабабушек пришла вот эта любовь, дошла до нас к гераням. По поверью, герань, она очень хорошо очищает энергетику в доме, она очень полезна. По сути, по своей, да, лист вообще очищает воздух довольно неплохо, и в квартире герань это всегда здорово. Это и эфирное масло гераниол, которое очищает нам воздух, действительно, возможно, если верить в энергетические вот эти поля, то и энергетическое поле, как говорят, очищают. Каждому свой выбор, верить, не верить, но вреда точно герань не принесет. Ядовитого в ней ничего нет, она прекрасно у нас растет на наших подоконниках, и также она великолепно цветет летом у нас в садах. По осени мы с вами говорили, что если мы говорим о сентябре-октябре, то черенковать ее уже поздно, потому как она у нас плохо будет в это время укореняться, день идет уже на убыль, черенковать ее нужно не позднее августа, а вот уже конец сентября, октябрь, ноябрь лучше ее оставить, обрезать и оставить ее зимовать так, как есть. Вот сейчас у нас началось, день начал хорошо уже пребывать, так, то есть у нас вторая половина января идет, и сейчас пришло время посмотреть и проверить нам наши как раз гераньки. Но если вы ее вовремя по осени черенковали, если вы ее посадили таким вот небольшим череночком, либо она была довольно молодая еще, и правильно хорошо вы ее подрезали осенью, то вот сейчас она должна быть примерно вот в таком виде, вот такая пушистенькая, хорошая. И посмотрите, если вы обратите внимание, то почти все побеги, какие от корня у нас идут, они все одной высоты. Вот это прям практически идеально, то, что должно быть у герани, то есть чего мы добиваемся, чтобы куст был пышный. Единственное, вот эта герань у нас стояла довольно долго в одну сторону повернута, ее не поворачивали. И видите, у нее однобокий наклон листа, просто сейчас вот ее нужно начинать поворачивать вот постепенно возле окна, чтобы к солнцу она поворачивалась и развивалась равномерно. Но высота побегов у нас вот здесь идеальна. Вот эта вот герань не нуждается в данном случае в особой такой вот обрезке формировки, она у нас практически таким хорошим кустом сформирована. И нам нужно стремиться к тому, чтобы вот остальные герани, видите, я специально принесла сюда разные по своему габитусу, по своему развитию, по размеру куста разные герани. И сейчас мы с вами будем смотреть, что из них нам нужно сделать. Понятно, что с них нам нужно срезать черенки на укоренение, но ведь мы хотим и маточный куст оставить, омолодеть, и он тоже будет прекрасно цвести, если мы все правильно сделаем. Давайте посмотрим, что нужно сделать. Во-первых, приготовим инструмент, которым мы будем работать. Обрезку и срез черенков, точнее, с герани, как и с любого другого растения, нужно делать, конечно же, самым острым инструментом. То есть это может быть секатор, но он должен быть очень острый. Это могут быть даже обычные ножницы, но они должны быть идеально заточены. Это может быть нож. Желательно, чтобы этот нож был прививочный и тоже идеально отточен до острия бритвы. Если ничего подобного у вас нет, вы можете взять вот обычный, так называемый, строительный вот этот вот нож канцелярский, который заточен идеально. И с новеньким вот таким вот лезвием можно срезать, только очень аккуратно, чтобы не повредить свои пальцы. Работайте очень аккуратно. Если у вас новый вот такой инструмент, то дезинфицировать его не нужно. Если вы, допустим, секатором уже работали, на других цветах, либо в саду вы работали, здесь может остаться инфекция. Я понимаю, что с осени у нас прошло довольно много времени, и некоторые считают, что он сейчас уже абсолютно чистый. Иногда возбудители вирусных болезней могут сохраняться очень длительное время даже на металле. Поэтому для перестраховки, особенно если вы подрезали комнатные какие-то цветы, обязательно перед началом работы нужно продезинфицировать. Кроме того, вот вы обрезали одно растение, обязательно продезинфицировать. Следующее уже только после дезинфекции. То есть мы берем вот данный секатор в данном случае. Мы им уже работали, и работали на цветах, на комнатных в течение зимы неоднократно. Поэтому у меня в данном случае готов раствор хлорки семидии. Она может быть дезинфицирующим веществом. Дезинфицирующим веществом, то есть любые медсодержащие препараты могут быть. Кроме этого, конечно, если нет ничего подобного, вы можете обычной водкой или спиртом продезинфицировать. Лучше, конечно, спиртом. Водка не хуже дезинфицирует. Если у вас есть спирт, прекрасно. Самое простое – зайти в аптеку, купить обычный муравьиный спирт. Он тоже подойдет для дезинфекции. Обязательно секатор раскрываем и опускаем. Опускаем так, чтобы режущий инструмент, режущая часть, обязательно была погружена в воду. В раствор, точнее. Далее мы достали. И вот сейчас мы можем начинать работать данным секатором. Вот, посмотрите. Берем вот эту герань. Она у нас была… Вот веточка такая. Она засохла. Никто на нее не обратил внимания, что она засохла. Но от корня пошла такая вот одна ветка. Она наклонилась в сторону. Вся изогнутая. Но она молодая. Есть огромный плюс. Она молодая. Естественно, мы старую веточку эту убираем засохшую. Она нам абсолютно не нужна. А из вот этой гераньки мы постараемся сделать хотя бы две, чтобы получилось. То есть отсчитываем снизу. Раз, два, три, четыре листа. Оставляем вот такой вот высоты. То есть на четыре междоузлия. Из них пойдут четыре потом веточки, которые дадут, сформируют хороший куст из каждого узла. Значит, еще раз проверяем. Вот оно нижнее, второй, третий, четвертый. И над четвертым листочком мы делаем ровненький такой вот срез. Данный вот кустик у нас пойдет на формирование. Срез ничем не замазывать, не присыпать не нужно. Ну, некоторые для перестраховки засыпают толченым углем. Хотя, в принципе, здесь все нормально подсохнет. И вот это растение можно оставить уже дальше. Только следите, чтобы оно дальше не изгибалось, чтобы формировалось ровненько и пряменько. Вот такой черенок, он будет довольно длинный для того, чтобы его укоренять. Его также можно на два черенка разделить. То есть, опять же, мы отсчитываем 4 листа, 4-5 листов максимум и срезаем на верхнюю часть. Причем, обратите внимание, она у нас довольно такая вот неплохо вызревшая. Такая вот она не гнется, как совсем ниточка. Поэтому раз, два, три, четыре листа. И так же раз и обрезали. Вот у нас два получилась череночка. Обязательно убираем нижние листья. Они нам не нужны. Они будут испарять много влаги. От них толку не будет никакого. И оставляем один лист обязательно. Иногда можно оставить два верхних листа, потому что фотосинтез нам нужен обязательно. Здесь мы также убираем нижние листья. И сверху оставляем парочку листочков. Сразу никуда их не укореняем. Мы оставляем их подсушивать. Единственное, что можно сделать сразу, это вот обмакнуть свежий срез в порошок корневина. Вот это вот мы вот так вот обмакнем и положим дальше подсушиваться. Можно и не обмакивать. Герань довольно неплохо укореняется, поэтому в корневин можно не обмакивать. Можно, как вариант, посмотреть один или другой способ с корневином и без корневина. Ну, честно говоря, с корневином немножко лучше укореняется. Но не скажу, что прям огромная разница. Герань хорошо дает корни. И так, главное не пересушить и не переувлажнить. Теперь мы берем другой кустик герани. Вот этот, видите, какой он? Он был посаженный сюда, как вот по осени выкопали, его посадили, и ничего с ним не сделали абсолютно по осени. И вот сейчас он такой весь у нас скоряжистый, изросший весь. Ну, немножко, честно говоря, даже страшно на него смотреть, не знаешь, с какой стороны к нему подступиться. Значит, что мы здесь должны сделать? Смотрим, где у нас есть живые такие вот почки. Вот это вот совсем у нас получается такая высохшая часть, вот эта вот нижняя. И, возможно, здесь даже ни одной почки может и не проснуться. Но мы все-таки надеемся на лучшее и обрезаем, где-то оставляя. То есть мы должны стремиться сделать все примерно одной высоты побеги. Вот у нас есть такой вот немножко изогнутый, но молодой, хорошенький такой побег. Вот мы будем, давайте, ориентироваться вот на эту высоту. То есть примерно вот по этой высоте будем формировать нашу герань. Поэтому здесь у нас вот у этого побега есть молодой листочек, проснувшаяся почка. Вот она, если вы обратите внимание, прям вот она у нас, маленькие-маленькие листочки начали появляться. Вот мы прямо на эту почку вот так и будем обрезать. Обрезали, вот у нас отсюда пойдет следующая веточка в этой герани. Вот здесь смотрим, у нас получается, ну, чуть выше на сантиметра, полтора, вот так вот. То есть эти мы убираем, складываем. Дальше вот на этой ветке у нас проснулись, вот она, одна, вторая почка. Дальше разветвление пошло. Вот это разветвление, оно нам уже в принципе не нужно, поэтому мы до него, вот здесь вот еще есть одна почка, которая не проснулась. Мы на нее обрезаем, и у нас остается вот такой вот пенечек, который даст нам ветвление неплохое. Посредине вот здесь у нас есть сухой пенек, его можно удалить сразу, чтобы он у нас не мешался, но аккуратно, чтобы не повредить другие. И вот у нас еще длинная-длинная ветка такая. Смотрим, у нее вот здесь есть живая почка. Она не тронулась в рост, но видно, что она живая. С другой стороны, вот эта ветка у нас начинает двигаться сюда, расти, а это в перекрест к ней туда, они будут мешать друг другу. Поэтому немножечко ниже мы отрежем, тут вот еще одна почка есть, и будем надеяться на то, что если мы правильно поставим сейчас к солнышку, вот так, этой стороной к солнцу, то этот побег у нас начнет выпрямляться. Он встанет прямо, и остальные, видите, у нас примерно все одной высоты обрезаны, этот кустик сформируется в хороший пышный куст. А то, что мы срезали вот эти вот череночки, сейчас мы их также разделим на черенки, которые будем укоренять. То есть они не должны быть слишком большими, но и не должны быть слишком маленькими. Если вы хотите, чтобы у вас максимальное количество черенков с одной герани получилось, то можете и вот такие вот старые, застаревшие уже части укоренить. Они будут укореняться, конечно, чуть хуже, чем более свежие, более молодые, но укоренятся. Самое идеальное, конечно, это более вот такая вот молодая часть, также вот мы ее разрезаем на отдельные черенки. Но если вам просто нужно для себя, не на продажу, а для себя взять просто вот один-два свежих череночка, чтобы у вас просто была молодая свежая геранька, достаточно взять вот верхушечную. Они все-таки лучше развиваются и также вот оставляем только верхние пару листочков, 2-3 листочка максимум на то, чтобы у нас фотосинтез шел. Остальные листья удаляем и вот эта часть нам даст самый лучший, конечно, в будущем куст герани. Оно все-таки некоторое для знакомых, для себя, для друзей или просто для того, чтобы очень хорошо в саду цвели герани очень много. У нас есть любители, которые любят, чтобы все-все-все прямо цвело. Можно прям каждый вот кусочек сделать и обрезать, обработать и положить. Срезанные вот эти вот наши части герани, которые будут череночки, которые в перспективе у нас будут растениями, должны полежать, прежде чем мы их будем сажать, не менее 40 минут. Для того, чтобы вот срез, который мы сделали, немножко подсох, немножко вот на ощупь вы потом потрогаете, поймете, он немножко такой, как будто более грубый стал, сухой стал. И в этом случае нет загнивания, очень легко, очень хорошо укореняется. Если вы вот прям сырым только срезали и сразу боскнете в субстрат, очень велика вероятность того, что здесь начнутся процессы не образования камбия и в дальнейшем корней, а процессы гниения. Можно укоренять прямо в отдельных вот таких вот одноразовых стаканчиках, стаканчиках из-под чего-то, то, что мы покупаем в магазинах, тоже сметану в таких стаканчиках, еще что-то, либо какие-то другие продукты. Но обратите внимание, дырочка на дне обязательно нужно сделать, либо как вот иногда вот просто ножницами мы берем сбоку, вот так вот срезаем, делаем выход лишней воды, чтобы было у нас обязательно. То есть у нас, видите, вот свободно в эти дырочки будет выходить вода. Либо вот здесь тоже у нас сбоку прорезан, вот видите, вот уже прорезано. Либо вот когда более плотная, вот такая, как вот эта баночка, здесь посредине внизу вот сделана довольно большая дырочка для того, чтобы вода не скапливалась. Очень важно, чтобы грунт был легким и не задерживал влагу, но и не пересыхал. Поэтому самое идеальное – это смесь торфа и песка в соотношении один к одному. Песок должен быть крупнозернистый. Можно укоренять просто в перлите, тоже, как вариант, это продается в магазинах. Можно укоренять в смеси, допустим, той же в кокосовой стружке с песком. Либо можно немного, конечно, добавлять туда изначально каких-то питательных веществ в виде удобрения длительного действия. Но я бы не рекомендовала. Растение не будет питаться из земли пока толком ничем, только когда образуются корешки, вот тогда нужно будет питание. Но они настолько еще будут нежные, что если вы дадите передозировку вот тех же удобрений, они тут же сгорят, и развития растения не будет, оно у вас погибнет. Поэтому лучше первое время оно не нуждается в большом количестве питания, дайте укорениться без удобрений, но работайте стимуляторами роста. Полежат наши череночки 40 минут где-то, да. Мы заполним емкость смесью торфа и песка. В данном случае вот у меня торфяная такая смесь с песочком, если внимание обратите, да. Мы берем череночек, который у нас уплотнять не надо. Вот видите, я только насыпала и вот так вот постучала. Оно немножко уплотнилось, смесь не очень сухая, но и не мокрая. Почему? Потому что вот мы череночек наш туда должны поставить. И либо, то есть мы на, если у нас на 4 почки срезано, то мы 2 почки заглубляем в землю и немножко вот так вот придавливаем пальцами. Два листочка вот эти вот остаются. Судя по тому, насколько большие листья, я бы все-таки оставила здесь только один лист, а не два. Если в квартире очень сухо, воздух если сухой, если живет не в частном доме и не можете в квартире, допустим, создать условия для нормальной такой вот влажности, чтобы было влажно, то тогда самый оптимальный вариант – это взять и сверху вот так вот надеть мешочек целлофановый. Если грунт, вы считаете, что суховат, можно немножко, совсем немножко полить раствор фитоспорина, фитоспорин или раствор фитопа. А вот такой раствор нам не даст развитию там тоже никаких гнилостных процессов, даже если вы вдруг перельете. Фитоспорин, если вы будете брать пасту фитоспорина, то тогда концентрация должна быть довольно большая. Вы берете прям столовую ложку на 5 литров воды. Если вы черенкуете немножко, 2-3 гераньки, то вам тогда достаточно чайную ложку на 1 литр воды. Разводите и поливайте, но немножко поливайте. Если вдруг фитоспорина нет, в магазин идти неохота, но делали раствор того же вот хома, то можно тем же раствором хома взять вот так и немножечко-немножечко, прямо чуть-чуть поливаем, чуть-чуть, чтобы ни в коем случае не перелить. И надеваем целлофановый пакет, но не нужно делать прям вот зажимать его резинкой, как некоторые делают. Вот просто достаточно его вот так вот надеть, чтобы он был. Если вот так вот немножко склоняется, поставьте туда палочку, чтобы пакет вот так вот держался. И у вас просто будет влажность там держаться в норме. Немножко вентиляция будет попадать туда в воздух, и все-таки будет довольно влажно там для лучшего укоренения данного черенка. Если вдруг в процессе роста вы увидите, что что-то вас не устраивает, что что-то там вот или чернеть начало, или еще что-то обязательно, либо фундазолом проливаем, либо проливаем хомом, либо если грунт влажный, вдруг вы просто должны посыпать порошочек фундазола того же вот, или хома, для того, чтобы сильно влажный ни в коем случае не делать. Вот огромная ошибка некоторых наших цветоводов, они переливают не только растения, но и черенки. И в итоге они начинают загнивать. К сожалению, результат получается плачевный. Удачи вам и хорошего цветения вашим цветам. Газета «Бийский рабочий» Биворг.ру